Степиально новый метод работы с обращениями граждан, поступающими в народные приемные, целенаправленное посещение адресов, откуда поступил запрос. Будь то Махаля или целый район области, главным маркером эффективности является конкретное решение вопросов, поставленных жителями. В Садоринской области среди первостепенных обеспечение водой. Что предпринято ответственными лицами и руководителями секторов на местах, узнал наш корреспондент. В 233 населенных пунктах Садоринской области проживают около 790 тысяч человек. Из них 572,5 тысячи, то есть в среднем 72% населения обеспечено централизованной подачей питьевой воды. Основная часть обращений граждан связана с этой проблемой, потому со стороны руководителей и ответственных лиц народных приемных президента, секторов, органов самоуправления граждан и других соответствующих организаций посредством подворового обхода принимаются необходимые меры по своевременному ее решению на местах. В городе Гулистан строится множество новых объектов, в том числе и жилых многоэтажных домов. Соответственно, растет потребность в питьевой воде. На основе всестороннего рассмотрения обращений жителей Махалей, Янгихайот, Фархот и имени Ахунбабаева, которые сталкивались с трудностями в этом плане, были приняты практические меры. В результате чего в 874 дома поступила вода и улучшено обеспечение ею почти четырехтысячного населения. Представители народной приемной президента, других организаций, Министерства финансов на местах изучали проблемы людей. Многие из них связаны с обеспечением питьевой водой. Раньше ходили за водой в соседнюю Махалю, было очень трудно. Сейчас же она поступает в каждый дом. К решению подобных острых вопросов подходят в разрезе районов, в частности, до сегодняшнего дня. 14 из 17 Махалей Мирзоабадского района обеспечены питьевой водой. 70 из 85 колодцев организации Суокова приведены в рабочее состояние. В Махале Тенчлик, селение Калайхон, в процессе подворового обхода руководителей народной приемной президента и четырех секторов были выявлены проблемы, связанные с обеспечением питьевой водой, с которыми на протяжении лет сталкивалось местное население. Прошло чуть менее месяца, как за счет бюджетных средств вырыли новый артезианский колодец, проложили два километра полиэтиленовых труб, установили водонапорную башню и ввели в строй новый трансформатор. Такая работа ведется и в других местностях, например, Махале Янгиюль, селение имени Ахунбабаева, что на территории третьего сектора района. После обращения ее жителей совместными усилиями соответствующих организаций построили один колодец и протянули на протяжении двух километров трубы. Заработала башня, улучшена подача электроэнергии. На эти цели выделили один миллиард суммов. Подобные мероприятия выполняются системно и поэтапно. Сардоба. Один из самых отдаленных районов области. Долгое время жители Махали-Халкабот сталкивались с трудностями, связанными с обеспечением питьевой и поливной водой, электроэнергией, состоянием дорог, о чем свидетельствуют обращения, поступившие во время общественного приема руководителя второго сектора района. Строительство же 14-километровой водопроводной сети решило проблему более чем четырехтысячного населения села, на что направлено без малого полтора миллиарда суммов. Во время подворового обхода была выявлена проблема, связанная с обеспечением питьевой водой Махали-Халкабот, которую включили в программу ОБОТКШЛО, в результате чего вопрос решился положительно. Реконструирована насосная станция и подключена к водопроводной сети. Население Махали полностью обеспечено питьевой водой. Продолжается работа по подключению к линии Махалей-Бустон-Юрдош-Пахтакор. Всего выделено 8 миллиардов 300 миллионов суммов и завершается строительство 56-километровой водопроводной сети. В целом, в текущем году подобными строительными работами были охвачены 16 объектов. В итоге построено около 80 километров водопроводных и оросительных сетей. Заново отстроили три водных сооружения, на что израсходовано свыше 40 миллиардов суммов. В данное время недостатки в плане обеспечения питьевой водой устраняются еще в трех городах Хавасском и Околтынском районах области.